Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну, главная новость сегодняшнего часа, сегодня пятница, пятница, я думаю, это основное, вокруг чего мы и будем с вами сегодня разговаривать. Хотя тема нашей программы все же имеет некое название. Мы назвали ее сегодня так. Нефтегазовый рынок. Как же развивается флагман отечественной экономики? Поговорим, конечно, сегодня и о итогах недели. То, что наверняка всем будет интересно. Представлю моих сегодняшних гостей. Это Екатерина Стручкова, аналитик Бинбанка. Добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Пасечник, руководитель аналитического управления ФНЭБ. Не успела тебя спросить, что это обозначает? Это Фонд национальной энергетической безопасности. Вау! Вот это да. Тут никакая аббревиатура не может звучать. Фонд национальной энергетической безопасности. Я напоминаю, уважаемые слушатели, сегодня с нами Александр Пасечник. Практически мы сегодня защищены. Для вас, мои друзья, мои друзья старше 16, я сообщаю телефон в студию, телефон прямого эфира. Код 495-6510-996. Звоните, задавайте вопросы, интересуйтесь, как поживает нефтегазовый рынок. Ну и мысли какие-то, собственно, можете тоже озвучить. И то, что вы прекрасно знаете, сайт компании финам.фм. Там вы тоже можете свой вопрос опубликовать. Ну и традиционно начнем с картины маслом. Итак, 1809 в Москве. Американцы открылись. Ну и главное событие последней половины сегодняшнего дня. Дня эйфории я. Не чувствовали в воздухе? Не пахнет эйфорией, Саш? Ну пока вроде. Не, не пахнет. Тихо. Я ехал сегодня, пробка, правда, тут была ужасная. И прямо вот чувствуется эйфория. Я, кстати, навстречу встретил авто... Пробирались бедолаги. Автобус со сборной России. Они сейчас едут куда-то с Ирландцами. А, вы про футбольную эйфорию? Нет, нет, нет. Я сквозь с собой. Прекрати. Какая может быть футбольная эйфория? Но это только не у нас есть в итоге. Нет, нет, я про эйфорию рынков. Я просто рассказываю, что я стоял в пробке и чувствовал даже вот сквозь этот смог, который клубился. Я чувствовал, пробивался. Я просто вспомнил. Они навстречу с мигалкой вот так пробивались там в другую сторону. Я думаю, смысла нет было пробиваться. Все равно чем-то это нехорошим закончится. Ну так вот, эйфория на рынках. Откуда взялась она? Боже мой. В 16.30 по Москве сегодня вышла статистика по рынку труда с Университетом Штатов Америки. Она разочаровала рынок. 65 тысяч, по-моему, новых рабочих мест создал Штаты за предыдущий месяц против 144, которые тоже были пересмотрены в сторону понижения со 166 тысяч. В общем, все плохо с одной стороны. И мы видим эйфорию. Забавно вообще. За что я люблю финансовые рынки. Эйфория связана с тем, что, конечно, в этой ситуации господину Мернанке ничего не останется, как объявить о начале третьего этапа количественного мягчения. Дать денег этим спекулянтам, чтобы они опять начали покупать. Все, все, все. Все сегодня зеленое. Доу Джонс. Кстати, вчерашнее закрытие тоже не забывайте. СНП-500 закрылся выше многолетнего сопротивления. Как он сегодня с ним разберется, это интрига всего остатка дня всей американской сессии. В моменте мы наблюдаем Доу Джонс. Чуть выше в отверглении 0,07%. 13,301 текущая котировка. СНП-500 прибавляет больше 0,2%. 1435. Ну, наши ребята сегодня отработали как надо. Помимо вчерашнего закрытия РТС больше 3%. Сегодня он 2 сделал. 1460 уже. Красота. ММВБ 1475. Да, полтора процента. В общем, наши ребята молодцы. Работают как надо. Нефть марки Брэнд. Внимание, Катя. Это твой любимый инструмент, как ты мне сказал. За эфиром. Нефть марки Брэнд. Несмотря ни на что. Стоит всего лишь. Ну, в кавычках я ставлю. Ну, учитывая эйфорию. Она стоит всего лишь 112 до 23 цента за баррель. А вот золото показывает чудеса храбрости. Оно опять сегодня струльнуло. Как раз вот на этих новостях. Сейчас текущая котировка 1730 долларов за унцию. Полтора процента от цены вчерашнего закрытия. Ну, и валютный рынок сегодня тоже безумствует. Евро-доллар пробил 1,27. 27,5 нынешняя текущая котировка. И 1,60 стоит фунт против доллара. В общем, крыса-та. Ну, основной набор голубой фишек. Та же в основном в зеленой территории. Это связано, еще раз повторюсь, с тем, о чем я уже рассказал. Рынок труда сегодня разочаровал инвесторов. Дал намек на третий этап количественного мягчения. Ну, и дальше. Дальше все понятно. Так, давайте тогда начнем. Значит, уж сколько тема заявлена. Мы разговариваем о нефтегазовом рынке, ну, с точки зрения сегмента рынка отечественного. Давайте начнем, наверное, более широко на это посмотрим. Как вообще чувствуют себя сейчас сырьевые активы на рынке? Ну, в принципе, в последнее время, скажем так, неплохо бренд себя чувствует. Но в ее цене велика доля спекулятивной геополитической составляющей. Исходя из экономических чисто данных, цена должна быть в районе 100 долларов, скажем. Все, что мы видим, эту премию, это связано с ожиданиями, возможно, что-то будет с Ираном. Плюс были великие ожидания действий ЕЦБ, ФРС еще остается вполне возможно. А что может быть с Ираном, скажи, и когда, главное, что? Ну, по разным слухам, да, по разным сообщениям различных СМИ, либо, там, в ближайшее время, возможно, там, в последнее время очень активизировался Израиль. Вот, что, возможно, он не будет, там, ничего дожидаться, там, помощи США и самостоятельно, так сказать. Будет решать проблему. Да, но это все слухи, это, ну, как бы, ничем не подтверждается, вот. Скажем так, опасения не такие высокие, как они были в самом начале, да, когда это только начиналось, но они, тем не менее, присутствуют, потому что периодически появляются какие-то комментарии в СМИ, и это подхлестывает интерес. Вот, также велика доля составляющей вот это вот спекулятивное относительное действие Центробанков. Ну, то есть то, что вчера ЕЦБ запустил, ну, сказал, что он запускает. Практически, да, да, дал отмашку. Вот, плюс еще остается надежда на ФРС, да, сейчас у нас в фокусе 12 сентября заседание. Ну, вот сегодня это надежда даже, я бы сказал. Ну, да, с другой стороны, вчера вышли данные от ЭДП, 201 тысяча новых рабочих мест в частном секторе, Ну, они не подтвердились, всего лишь 60. Ну, да, не менее официальные. Это ужас какой-то. 60, вот сегодня сколько 60. Ну, опять-таки, маловероятно, что 12 сентября именно... Именно 12 сентября. Да, Бернанке будет что-то делать. Он, как всегда, скорее всего, ограничится там словесными интервенциями, что, мол, у ФРС есть возможности, есть все инструменты, готовы действовать в случае необходимости. Единственное, когда он там может что-то начать, это ближе к концу года. Вот. На следующем заседании маловероятно. Я поправлюсь. Вот сейчас посмотрел я статистику. 96 тысяч против ожидаемых 125 и против предыдущей статистики 163, но она была тоже понижена до 144. Да, еще хочу отметить, в производственном секторе сокращение рабочих мест. Это очень плохо. Это очень плохо, да. Хотя, ну, эта цифра, конечно, она не очень динамична. Безработица сегодня 8,1 они нарисовали против 8,3% в предыдущем месяце. Ну, мы увидим, что в последнее время статистика по США, она разнонаправленно выходит. То есть, либо хорошая, как последняя АСМ в секторе услуг, например, хорошая, да. С другой стороны, АСМ в промпроизводстве, наоборот, очень плохой. Вот там компонент производства минимальный с 2009 года. Вот поэтому тут 50 на 50. Я сразу представил, как нелегко господину Бернанке в этой ситуации. Ну, была бы однозначная статистика. Все плохо. Тогда бы он сказал, да, ребята, вот так. Или все хорошо. А тут то так, то сяк, то так, то сяк. Ну, и на самом деле, рынки-то бросает из огня до вполымя, как говорят, в таких случаях. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, геополитическую составляющую мы, собственно, назвали. И что-то хотел спросить, я и забыл. Ну, ладно. Саш, к тебе вопрос тот же самый. Как ты вообще смотришь на нефть? Ну, о Бернете мы говорим прежде всего, в какой-то краткосрочной перспективе. Кстати, нет ли парадокса все-таки, да? Спекулятивный интерес-то вырос после того, как вчера господин Драги, сегодня вот статистика эта. И мы видим, что рисковые активы растут, а нефть топчется на месте. Почему? Ну, вообще, видение какое, что, как сказала наша коллега Катерина, существует военная премия на рынке, никуда она не делась. Просто вот эти страсти поутихли. И, как мне, как нашему фонду видится, никаких катаклизмов до ноября, до выборов президента Обамы, я имею в виду, на Ближнем Востоке, не предвидится. Саша, я понял, спасибо. Хорошая тема. Насчет выборов мы поговорим уже после новостей. Послушаем новости и продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ в эфире «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор. Тема сегодняшней программы «Нефтегазовый рынок. Как развивается флагман отечественной экономики». В гостях сегодня Екатерина Стручкова, аналитик Бинбанка, и Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Добрый вечер, коллеги, еще раз. Добрый вечер. Ну что ж, собственно, поговорили мы, да, о том, что происходит сейчас в моменте на финансовых площадках. Давайте сосредотачиваться непосредственно на сырье уже. Вот о нефти, Брэн, тоже два слова было сказано. Извините, я тебя перебил. Да, продолжу, что до осени никаких потрясений, то есть военных действий в зоне Ближнего Востока едва ли можно ожидать. Израиль в одиночку, по мнению нашего фонда, едва ли будет действовать. То есть все эти угрозы, они пока сдерживаются именно вот негласными договоренностями Обамы и лидера Израиля, что якобы до выборов сейчас прежде всего озабоченность вот именно внутриполитическими процессами в США, нежели вот внешней их доктрины. Ну а там баражирование авианесущих группировок и так далее, это все пока акты своего рода устрашения, вот, и они, грубо говоря, локального характера. И опять же, у Америки у них стратегический план какой? Они не хотят ввязываться сами в войну. У них задача посеять нестабильность на Ближнем Востоке, втянуть туда Израиль, да, и, грубо говоря, сопредельные страны. И тут не исключено, что весь Аравийский полуостров будет охвачен пламенем, да, и тогда цены на нефть, конечно же, взлетят. Во, во, во. И тут тогда следующий вопрос. А насколько это интересно ее на штаны в Америке, чтобы цены на нефть взлетели? Понимаете, штаты и сейчас уже, их WTI, она порядка 15-20 даже бывало процентов разрыва с Brent'ом, то есть они, грубо говоря, их экономика, по некоторым данным, развивается вот при ценовых ориентирах ниже 100 долларов за баррель. Вот сейчас за WTI стоит примерно там 96, 94, да. Вот видите, разница, да, и 112 бренд, то есть уже у них есть своего рода преимущество, своего рода защита. Плюс при каких-то форс-мажорах они могут вполне начать освоение своих стратегических ресурсов, как то шельф Аляски, который некогда был заморожен, форсировать. Ну подожди, Саш, при каких-то форс-мажорах они могут начать освоение ресурсов, но при форс-мажоре они могут, как Ром не обещал, распечатать стратегический запас и достать, а освоение ресурсов, это все-таки процесс длительный такой, да, он сразу... Пять лет это минимальный срок. А форс-мажор это вот началась, не дай бог, конечно, я прошу прощения, война началась, цены взлетели, все. Что делать бедным американцам? Им надо где-то дешевую нефть. У них сейчас есть запас на несколько месяцев, который позволит экономике нормально развиваться. Плюс у них широко поставлена доктрин развития атомной индустрии, да, то есть эту компоненту в зависимости, в отличие там от ряда европейских стран, которые в связи с аварией на Фукусиме начали спешно сворачивать, то в Америке на такие, ну, скажем так, своего рода авантюры не идут, потому что все равно за атомной отраслью будущее, потому что все альтернативные источники, их доля в энергобалансах крайне низка, и едва ли они могут стать превалирующим энергоснабжающим таким вот фактором. Ну, то есть я правильно понял, что возможные проблемы на Ближнем Востоке, да, которые в результате взветят цены на нефть, куда-нибудь в район 200 долларов забрали, штатам не страшны, у них есть, так сказать, способы от этого защититься? По большому счету защищены в определенной степени, ну, конечно, будут искать какие-то способы... Альтернативы, да, какие-то? ...способы защиты Армузского пролива, и, скорее всего, скорее всего, они же рассчитывают на Блицкрик, на молниеносную войну. Ну, это нормально, они все время на это рассчитывали. И рассчитывают на то, что все произойдет буквально в считанные месяцы, и как раз вот эти считанные месяцы, их стратегические ресурсы... Поддержат их, да? Поддержат, да, в этот период. Ну, как мы знаем, все вот эти войны с неустойчивыми режимами, радикальными, они могут иметь очень длительное... Ну, примеры есть для этого, конечно. Да, есть, конечно, примеры, и вообще с Ираном воевать, это очень такой шаг опрометчивый, и все-таки здравый смысл, надеюсь, и дипломатия возьмут вверх. Тем более, Иран обладает не только мощнейшей армией, но и современными средствами и современными ракетами, которые вполне могут достигать и рубежей Средиземноморья. То есть, может быть, серьезный удар там и по Ирану ответный. То есть, Иран, это не Ирак, это не Сирия, это не Ливия, это очень серьезная страна. И недавние заявления их лидера официальные, что да, они на самом деле увеличили количество так называемых центрифуг по обогащению урана. То есть, военные разработки, они по сведениям американской разведки ведутся, хотя Иран настаивает все-таки на том, что это исключительно мирное производство, да, и никто им не может запретить развивать это. Ну и, как мы знаем, у кого нет ядерного оружия, как с ним быстро расправляются вот такие империалистические державы, да. Акулы, акулы империалисты. И поэтому война за энергоресурсы, она в 21 веке, это... Ну да, это актуально. Это очень актуально. Я понял. Кать, смотри. Ну, в принципе, да, есть возражения у тебя в позиции США? Нет, у меня нет возражений, я согласна. Я просто, извини, пожалуйста, я хотел Вектор немножко передрисовать. Понятно, да, что интересы Соединенных Штатов Америки вполне очевидны, и цены на нефть с этими интересами связаны. А наши интересы там есть? Отечественные, российские? Интересы где, в войне или что? На Ближнем Востоке, да, на Ближнем Востоке. Ну, у нас интересы в Сирии, насколько я понимаю. Там раньше наши военные базы были, вот. Ну да, поэтому Россия, так, скажем, активно участвует в этом деле. Вот я хотел вставить, так сказать, еще по поводу Брента. Вот почему она, вопреки, да, всеобщей эйфории, как мы сказали, она сейчас несколько находится под давлением. Вот, это как раз связано с новостями относительно распечатывания резервов в Америке. Вот, буквально вчера администрация президента Обама совещала с экспертами. Вот, и на неделе проходили новости о том, что буквально в ближайшие дни они могут объявить о распечатывании. Насколько я помню, подобное заявление некоторое время назад господин Ромни озвучил кандидат в президенты. Он, видимо, в рамках предыдущей кампании, он любитель всякую, как бы это вам мягче сказать, да, всякую всячину в эфир выпускать. То объявил Россию врагом номер один. Вот, то говорит, если что, ребята, выберите меня, птицу счастья завтрашнего дня, и я ей при необходимости любые запасы распечатаю. Ну, как-то все это популизмом отдает. А вот этой информации, естественно говоря, я не слышал. То есть уже и господин Обама всерьез об этом поговорит. Ну да, но они официальных заявлений никаких не сделали, но, по крайней мере, они вот буквально вчера вечером как раз, почему нефть-то пошла падать. Сначала, когда вышли запасы, которые сократились на 7,4 миллиона баррелей, она отросла чуть выше 115 долларов за баррель. Потом, ближе к вечеру, она пошла снижаться как раз, когда выходили вот эти вот известия. Поэтому, вполне возможно, сейчас будет манипулирование на эту тему. Поэтому бренд может быть под давлением. Ну и, в принципе, вот возможно ситуация, ну вот, как сейчас, по крайней мере, да, то, что я наблюдаю в моменте, когда подавляющее большинство активов, в том числе и сырьевых, растет, а нефть, тем не менее, ну, если не падает, то стоит на одном месте. Вот такой момент. Но дело в том, что, например, если мы берем, сравниваем ресурсный рынок углеводородный, да, и, допустим, рынок цветных металлов. Да. Он очень емкий, этот рынок цветных металлов. Он кратно меньше, чем сырьевой, нефтяной. И поэтому там вероятность манипуляций, она гораздо выше. То есть при объединении крупных инвестбанков они могут качнуть, грубо говоря, рынок путем рычага там в 3-4 миллиарда долларов. Почему цены на алюминий, там, на медь, они меняются, ну, в разы и ведут себя очень непонятно, там, так называемый термин волатильность и так далее. Об этом, кстати, заявлял глава «Русала» Олег Дерипаско. Вот этот фактор, он очень влияет вообще на стратегию бизнеса как такового. То есть он сравнивал именно нефтяные рынки, финансовые и рынок металлов цветных. То есть рынок металлов очень уязвим с точки зрения внешних инвесторов и манипуляций, ввиду своей ограниченности. Ну и, собственно, поскольку тему мы эту затронули, вот сегодняшнее движение в ценах, ну, на основной набор тех же самых, да, промышленных металлов был связан в том числе и с заявлением из Китая. Катя, прокомментируй, пожалуйста. Да, Китай уже второй раз на этой неделе говорит о том, что он запускает инвестиции в инфраструктурные проекты. Сегодня он сказал о том, что это будут железные дороги. Во вторник, насколько я помню, он сказал, что это будет метро, новые линии. Вот, но я здесь хочу уточнить, что это проекты, которые еще были одобрены в июне-июле. То есть это не прямо вот свежие. И кроме того, они растянуты до 2018 года. То есть это не значит, что сейчас в моменте пойдут большие вливания денег. Для Китая, учитывая, что по нему вся важная статистика выйдет в это воскресенье в 5 утра, как бы все ждали, что Центробанк там снизит еще ставки. Но ничего не происходит. Вот, поэтому вот этих вот одних комментариев о том, что они начинают инвестировать в эти вот проекты, это недостаточно. Ну, опять выглядит это как попытка рынка найти какой-то стимул для роста. Ну да, там, где его на самом деле нет. Потому что мы наблюдали какое-то время назад, что Китай показывает замедление, да, и ВВП у него чуть-чуть снижается. И, соответственно, ну такой выдыхает он уже, да, пузырь такой. Ну, я вот хочу сказать про Китай, что все, в общем-то, закладывались на то, что второй квартал будет дно для Китая. Но мы, к сожалению, видим совершенно иную статистику. С каждым разом все ухудшается. Индекс PMI уже ниже 50 пунктов скатился. Вот, и вполне возможно, что впервые там с 98-го года таргет правительства Китая не будет выполнен по ВВП. То есть мы не видим 7,5% в этом году. Вполне возможно. И то есть даже вот эти заявления по поводу развития инфраструктурных проектов, они могут и... Ну, они не смогут так стимулировать, ну, то есть, как бы, им при таком слабом экспорте, им очень нужно внутренний спрос стимулировать, а у них, как бы, ну, не хватает на это ни сил, ни, как бы... Они сейчас смотрят за рынком недвижимости, увидели, что цены выросли, и поэтому они ставки решили не снижать. То есть, они сами себя сгоняют. Саша, да, мне интересно твое мнение. Давай только после новостей послушаем новости и продолжим. Про Китай. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о нефтегазовом секторе отечественной экономики, ну и, в принципе, о рынке сырья в целом. В гостях, напомню, Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национального энергетической безопасности и Екатерина Стручкова, аналитик Бинбанка. Для вас, уважаемые слушатели, еще раз напомню, телефон в студию, код 495-6510-996, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы, которые вас интересуют, либо просто поделитесь своим собственным мнением по этому поводу. Значит, мы продолжаем разговор. Перед новостями мы ушли, точнее, на новости, да, обсуждая тему Китая, каким образом она влияет, и она влияет, это очевидно, на динамику цен на сырье, на промышленные металлы, прежде всего. Если, Саш, не возражаешь, продолжу, у тебя какая-то была идея, да, связанная с Китаем? В смысле следующая, устойчивая, давно известная, но, тем не менее, ее стоит упомянуть. Это то, что Соединенные Штаты, как известно, главный конкурент Китая, мировой, и если мы притягиваем, опять же, нефть, то Соединенным Штатам выгодно держать высокую планку стоимости барреля, ввиду того, что их экономика более адаптивна к высоким ценам на нефть, нежели китайская. То есть, такой способ придушить Китай, что ли, да? По большому счету, затормозить его галлопирующие темпы экономического развития, и таким образом как-то обеспечить себе поступательное развитие. То есть, придушить конкурента, да, тем самым путем обеспечения высокой конъюнктуры на нефть. Саш, я тебя прерву еще раз, извини, у нас есть звонок на линии наш слушатель Вячеслав. Вячеслав, добрый вечер, задавайте вопрос. Да, добрый вечер. Коллеги, а я вот хотел бы все-таки обсудить, да, мы сейчас обсуждаем конъюнктуру цен на нефть, недвижимость в Китае. Вот, но на самом деле же Китай сейчас активно скупает различные активы нефтяные, в том числе в Африке и прочем. И вот в плане, например, нашей аналитики, там, цен на недвижимость, да, что сейчас Китай, там, например, не повышает, не снижает ипотечные ставки при высоких цен на нефть. Они же, в принципе, достаточно грамотно действуют, потому что у них сейчас основной упор на то, чтобы дать толчок производству очередному, да. То есть при высоких, при низких ставках кредитов на недвижимость будет проецироваться также это на цены на недвижимость, потому что они будут дальше расти. Они толкают как раз производство. Вот, поэтому я думаю, Китай не в такой плохой ситуации сейчас находится. Что наши эксперты могут сказать насчет этого? Спасибо, Вячеслав. Вопрос понятен ваш, Кать? Ну, я, как уже сказала, я считаю, что Китай, у него есть определенные проблемы с экспортом, да, это что касается проблем Евросоюза. Вот, и плюс у него большой проблем все-таки с внутренним потреблением. Вот, и учитывая его столь высокие темпы как раз по экспорту, ему просто тяжело, да, чтобы внутренний спрос был такими же темпами восстанавливаться. Изначально, да, мы говорили многократно, что Китай прежде всего ориентирован на внешний спрос, у него внутренний спрос там практически нет. Вот, и учитывая, что основные рынки сбыта это Европа, это Америка. Да, это тот же даже азиатский регион, туда тоже экспорт в последнее время снижается. Совершенно, а поскольку в Европе кризис, да, в Америке там на грани рецессии, здесь, здесь, все, вот вам и затухает все это дело. Каким образом стимулируется? Внутренний спрос, это вот развитие инфраструктурных... Инфраструктурных проектов, в том числе. Проектов, да, это как раз и некий стимул для этого внутреннего спроса. Саша, что ты по поводу... Все верно. Доктрина смещения акцентов на внутренний спрос, да, при ухудшении экспортного потенциала, она проводится правительством Китая. И, как известно, у Китая там философия все-таки не потребление, а философия накопительства. Это вот их такая... Кардинальное отличие, да? Кардинальное отличие от штатов. Ну, от штатов, если можно так говорить, ну, такая есть традиционная, есть западный мир, есть восточный мир, да? Абсолютно верно, да. Вот если основная фундаментальная идея, да, экономическая идея, это идея потребления, да, ну, в нынешнее время, то видишь, я с тобой согласен. То есть накопительство, дальше если мы смотрим логическую цепочку, учитывая, то есть у граждан Китая есть у населения большие запасы, да, подушки, так называемые, накопленные резервы, средства. И за счет вот стимулирования каких-то там внутренних программ эти средства можно вытащить на поверхность и запустить в экономику, она начнет работать. Это новый импульс развития. Вот это есть, да, стимул для внутреннего спроса, как раз, да? Да, 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 это вот такое конкурентное преимущество у Китая и есть. Ну, и незабываемое его население. Да. О масштабе. О масштабе, да, но о ментальности стоит сказать, наверное, да, все-таки опять-таки с точки зрения даже логики обычной. А, значит, взгляды человека западного отличаются от взглядов человека на одни и те же вещи, начиная от каких-то вещей духовных, заканчивая материальными. Это тоже очевидно. Хорошо, давайте продолжим, значит, собственно, о Китае, Саша. О Китае. О Китае. Ну, ты идею вот по поводу того, как... Ну, я, да, сказал уже про то, что с Штатом выгодно держать высокую планку цен на нефть, дабы как-то утихомирить, сбалансировать темпы экономического роста и сдержать Китая. Но Китай, как сказала Катерина, на самом деле продолжает экспансию внешнюю, то есть по скупке нефтегазовых активов, начиная от широкой географии, начиная от Австралии и заканчивая там всевозможными проектами в странах Африки. То есть... Извини, в этом списке, да, начиная от Австралии, заканчивая Африка, в этом списке Россия присутствует? Да, мы с ними сотрудничаем, как известно, по широкому контракту Роснефти и Транснефти на поставку нефти. С газом у нас переговоры в весьма глубокой яме. То есть здесь есть принципиальное несогласование, которое уже длится буквально, можно сказать, уже больше, активные переговоры больше пяти лет, а вообще изначально больше десяти лет мы ведем переговоры с Китаем. И все согласовано, объемы, маршруты, все согласовано за исключением цены. То есть Китай просит цену по своей расчетной формуле с непривязкой к цене на нефть, чтобы она была, значит, гораздо ниже, чем мы поставляем, чем Газпром поставляет на европейский рынок. В связи с этим есть принципиальное недопонимание, недоговоренность, но в принципе нам не стоит спешить проседать в этих ценниках. С другой стороны, любые проявления газового диалога России и Китая, они напрягают Европу, да? То есть учитывая, что мы еще не так хорошо освоили Восточную Сибирь, то есть по сути месторождение Западной Сибири, этот газ может пойти, Синаманский газ может пойти именно в Китай, и это возникает, в таком виде возникает панические настроения в Евросоюзе, да, что мы можем остаться типа без газа. Несмотря на то, что Евросоюз всегда препятствует Газпрому. Ну даже и сейчас, да? Говорит о гегемонии, да, вот последний, скажем так, назревающий скандал о монопольном расследовании против Газпрому начатом. Правда, Газпром сейчас очень сдержанно реагирует, говорит, что якобы пускай расследуют, мы в юрисдикции российской, вот, и что это все не так страшно. Ну, страшно, не страшно, здесь штрафные санкции могут быть. И опять же, Европа, она, Евросоюз, Еврокомиссары, они не только в отношении Газпрома проводят расследования, внутренне энергетические гиганты страдали и платили штрафы. То есть в Европе сейчас очень сильные вот эти настроения антимонопольные, антикартельные. И Газпром попал под этот прессинг, причем это началось не вчера, а это год назад были инициированы эти расследования, и сейчас они всплыли на поверхность. Мы видим результат этих расследований, то есть уже конкретные обвинения, да, идут, сыпятся в адрес нашей монополии. И, ну, по всей видимости, как будет дальше развиваться ситуация, неизвестно, но, по всей видимости, сложности могут возникнуть вплоть до отчуждения газопроводных сетей. Ну, это в рамках третьего энергопакета проблематика, она тоже широко обсуждаема. Ну, вот видите, Европа наступает, надо будет делать асимметричный ответ. Европа наступает, да, в сложившейся ситуации особенно это забавно. Я думаю, это еще связано с тем, что впереди осенне-зимний период, вспомним февраль, когда замерзала Европа, когда потребление газа кратно росло. То есть такое ударное опережение, да? Да, но это может быть опять попытка выбить дополнительные скидки на газ, льготы и так далее, и так далее. То есть это опять война, скажем так, не только корпоративная, но это политика корпоративная война, противостояние. Ну, но, по-моему, что Газпром там стратегически проигрывает, я не думаю, что это так. По-любому есть устойчивый расчет на то, что 25-процентная доля компаний, даже при сланцевых рисках, в рисках, я имею в виду сланцевую революцию, которая случилась уже в США. С учетом выхода даже США в перспективе на рынок газа, как экспортера, все равно доля Газпрома будет стабильной, порядка 23-25% на европейском рынке. Потому что, по большому счету, никто из газопроизводителей не будет работать себе в убыток. То есть заваливание, затоваривание рынка газа, оно приводит к падению котировок сумасшедшему, и его становится просто добывать неретабельно, и приходится продавать. Это неинтересно никому. Это никому неинтересно, да. Саш, смотри, ты предугадал практически, пришел вопрос, я уже не стал тебя перебивать, и тем не менее, вот, абсолютно в тему вопрос от нашего слушателя Виталика. Значит, он спрашивает, ну, поскольку мы начали уже о Газпроме, да, и о российской составляющей, он спрашивает следующее, как повлияют, и дальше двоеточие у него, и он перечисляет, туркменский газ, то есть в качестве альтернативы, видимо, да, планы строительства газопровода в Европу через Турцию для его продажи, плюс сланцевая революция в Штатах, плюс рецессия промышленности, ну, вот, я не знаю, о чем здесь речь, на самом деле, нашей промышленности или в целом. Как все это повлияет на стоимость газа в Европе, ну, и, соответственно, конкурентоспособность наших компаний, как это может повлиять? Ну, здесь перечислен весь ряд, грубо говоря, рисковых факторов, угроз для монополии. Ну, то есть все они имеют место быть? Да, безусловно, они имеют место быть в той или иной степени, и понятно, что эффективность нужно растить и каким-то образом стараться сохранить долю на рынке. Ну, и есть у нас такое направление, как диверсификация газовых поставок, то есть европейским рынком мы не должны ограничиваться. Все-таки Азиатско-Тихоокеанский регион, сейчас эта тема особенно актуальна в рамках проходящего саммита АТЭС. Все-таки стоит смотреть и на восток, шире, да, это поставки в Японию, которая практически уже закрыла свою атомную программу. То есть сейчас там есть, остро стоит вопрос вообще о том, чтобы вообще есть сценарий вообще закрытия всех АЭС в Японии. И опять же, здесь мы, Россия, выступаем главным поставщиком газа. И опять же, Газпрому стоит все-таки сделать акценты на такой прогрессивный вид газа, то есть не трубный, а все-таки сжиженный природный газ. То есть и вот эти проекты на Дальнем Востоке, Сахалин, и развитие Штокмана все-таки нужно как-то поднимать. И вот эти объемы СПГ, за ними будущее. Ну вот, кстати, о будущем, да, мы продолжим разговор, послушаем новости. Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, осталась последняя заключительная часть, где мы попробуем определить этот самый сухой остаток. Разговариваем сегодня о нефтегазовом секторе, о рынке сырья, отечественном и не только. В гостях, напомню, Екатерина Стручкова, аналитик Бинбанка, и Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. Продолжим разговор о наших проблемах, наверное, да, проблемах аналитического сектора, о том, как он дышит. Проблемы-то есть, Катя? Очевидно? Ну да, во-первых, интерес к нашим акциям нефтегазового сектора, он как-то в последнее время, да и вообще, ослаб, скажем, со стороны западных инвесторов. А в чем причина, как ты думаешь? Ну, во-первых, невысокая прозрачность компании. Не буду приводить, например, там, Сургут нефтегаз, известный всем. Потом высокие капексы. Что такое капексы, пожалуйста? Слушатели не все знают. Капиталовложения. Капперсы. Капперсы, я знаю, что такое. Потом невнятные налоги. Ну, все это в совокупности не вызывает должного интереса. Хотя, если посмотреть с точки зрения мультипликаторов, то наши компании, они нефтяные именно, они серьезно недооценены по сравнению с аналогами на международных рынках. То есть, они сейчас очень выгодны для покупки, да? Ну, по идее, да. Но если мы посмотрим на цены, по которым они сейчас торгуются, да, там, то это уровень 2006 года. Либо ниже даже. То есть, не особо выгодна эта инвестиция, скажем. Ну, понятно. Так, а говорим о проблемах. Ну, вот проблемы, я так понимаю, да, связаны с зарубежными инвестициями. Это проблема номер один. Не идут сюда деньги, да, связанные с некой внутренней, да? Ну, внутренней, да. Я считаю, что сейчас, так сказать, наши компании, они больше, ну, по рынку, если смотреть, в отсутствие каких-то внутренних новостей, да, все все-таки привязано больше к общемировым проблемам. Вот, поэтому говорить о каких-то конкретных идеях в имитентах сейчас, в принципе, не приходится. Сейчас там есть отдельные какие-то, но они настолько редки, наверное, да, чтобы представлять их в качестве какой-то серьезной инвестиционной идеи, вот, не приходится. Мы уже давно не видели никаких, там, идей, там, от глобальных инвестбанков. Там, раньше было все время какая-то, там, идея определенная. Сейчас такого нет. Сейчас все больше ориентируется, вот, на мировые рынки сырья, все больше внимания, опять, к той же бренд пресловутой, вот, поэтому... Ну, с другой стороны, если с точки зрения, вот, так сказать, практикующего трейдера рассуждать, может, это и лучше, может, это и проще. Никаких идей, не надо копаться в имитентах, не надо, там, что-то отчетности анализировать. Вот есть цена на бренд, она растет, значит, нефтянка наша вперед, значит, покупаем. Цена на бренд падает, значит, членка наша вниз, значит, шортим или там закрываем. Может, так больше? Ну, опять-таки, не все время наш рынок коррелирует с ценами на нефть, опять-таки. Бывает, что и вразрез идет все-таки. Надо тоже учитывать, что, допустим, если американский рынок, да, там, пробивал максимумы, рост, невзирая, там, на экономику, да, то наш рынок уже очень давно стоял в боковике. Вот только сегодня он вышел за 1470 по МВБ. Вот, и еще не факт, что дальше продолжится восходящая динамика. Что он там останется, да? То есть эйфория может быть, там, однодневной, поэтому обратно может вернуться в этот боковик. Ну, да, учитывая динамику просто, да, которую сейчас вот я периодически обновляю и смотрю, тут происходит какие-то сумасшедшие евро-доллар уже 1.28. Правда, американцы, S&P так и стоит. Сдержанные, я бы сказала, реагируют сегодня. Да, да, да. А здесь что-то золото 1740 уже заводится. Ну, я считаю, что волатильность, она все равно сохранится в ближайшее время, потому что, ну, что получилось, что одни ожидания сменились на другие. То есть, по факту, ну... Да, не произошло никаких событий, там... Сейчас мы ждем 12 сентября, это ФРС и решение по фонду ЕСМ. Утвердят его Конституционный суд Германии или нет. От этого дальше все будет плясать. Потом в конце октября саммит. Да, все время ожидания, поэтому будет высокая волатильность. Ну, да. Так что, уважаемые коллеги, если вы нас слушаете, готовьтесь, 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 запасайтесь... Терпением, я бы сказал. Я вообще не знаю, чем... При высокой волатильности... Это, наверное, волатильность, это, да, как слово еще такое, авиационная турбулентность. Да. Когда в самолете трясет, запасайтесь чем-то, таблетками, пакетами, пакетами. То чем. Да, чтобы сильно не пострадать. Хорошо, спасибо, Катя. Саш, значит, по поводу отечественного рынка, какие-то идеи, да, вот, конкретные, может быть, есть? Ну, можно не конкретные идеи, а просто обрисовать картину, вот, нефтегазовый сектор, как он живет, да. Почему он так сильно отличается, грубо говоря, от тех же западных эмитентов, то есть, почему он подвержен так сильно этой пресловутой волатильности. Дело в том, что объемы, объемы настолько мизерны, да, что фактор внешнего влияния, вот, он очень сильно играет очень большую роль. То есть, любой крупный, маломальско-крупный, там, маломальско-крупный фонд, там, сделка, или какая-либо сделка, она может двигать рынок вопреки, вопреки каким-то позитивным, либо негативным новостям. То есть, зачастую мы слышим, что, допустим, берем Роснефть, Екатерина правильно сказала, 2006 год, цена размещения Роснефти составляла, там, 7,65 доллара за акцию, да, IPO. Сейчас Роснефть, при прочих равных, стоит ниже 7 долларов, да, это катастрофа. Это спустя 6 лет, тем более, да? Да, но, заметим, что был период, и она превышала и 10 долларов, а был период, 2008-2009 год, был локальный минимум, и многие думали о поглощении Роснефти, их акции стоили, там, ниже 3 долларов. То есть, вот этот разброс, он, конечно, колоссальный, и говорит о том, что все-таки риски нашего фондового рынка весьма значительны, и он очень сырой и не сформировавшийся, если мы смотрим в сравнении с западными компаниями. В том числе, здесь же есть и позитивная мотивация, то есть, спекулянту-то, чем больше шатает, тем больше шансов на жизнь, да, прирастить свои объемы. Но вопрос в том, что аллогизмы присутствуют, и на аллогизмах выиграть практически невозможно, выигрывает только глобальный крупный инвестор, а вся мелочевка, грубо говоря, зачехляет свои депозиты, вот и все. И я вот не думаю, что на российском рынке надо быть каким-то гуру, чтобы там что-то зарабатывать, но мне кажется, что это очень сложно для частного инвестора, как мне видится, да, или же есть даже такая вот, я вообще в фондовые рынки не особо, грубо говоря, верю, то есть, это все-таки не наш профиль, да, по большому счету. Но ваш профиль это сырьевые площадки, да, сырьевые активы? И не сырьевые, нет, я имею в виду, что фондовый рынок как таковой, сырьевые или эмитенты определенные, то есть, это все-таки своего рода эфемерные такие моменты, то есть, их мы не столь изучаем. У нас все-таки влияние политических факторов геополитики на отрасль в целом, да, и просчет именно политических рисков для тех же самых нерезидентов, которые приходят в наш ТЭК. Кстати, замечу, что не все так плохо, российский энергетический комплекс, несмотря на негативные примеры, есть и факторы успешности, то есть, Роснефть заключает стратегические альянсы, продолжает, да, со Статойл, с Эксенмобил. Просто здесь контрастирует недавний провал Газпрома в проекте Штокман, то есть, отказ Статойл от доли, то есть, возврат акционерного пакета компании и отсрочка инвестиционного решения по проекту, это, конечно, добавляет общего негатива. Но здесь есть два фактора, почему это произошло. В принципе, это все-таки обосновано политическим решением. Прежде всего, да, политическим решением? Объясню, почему. То есть, если Штокман не получил льгот для нерезидентов, которые не раз декларировались, вроде как скоро-скоро, но так финальная резолюция и не была дана. А конкурирующий проект Новотека, Ямал-СПГ, получил льготы. То есть, по сути, ставка сделана на развитие независимого производителя Новотека. Вот в данном конкретном случае, получается, что здесь был нужен выбор стратегический, и этот стратегический выбор был сделан в пользу Новотека. И заметим, что Таталь французская, она участвует как в Штокмане, так и в Новотек. И Таталь свою долю не вернула, в отличие от Статойл, по Штокману. И опять же, у Таталь теперь во временном пространстве у них больше шансов. То есть, одновременно, единовременно развивать два проекта, это было практически не под силу в связи с финансовыми ограничениями и физическими ограничениями. А теперь Таталь может спокойно делать ставку на Ямал-СПГ, плюс есть у Новотека существенный потенциал, вплоть до выхода на статус экспортера. То есть, следующий шаг, это, по сути, заявка же уже была, с немцами уже есть контракт по газу. Ну и дальше, больше, наверное, все-таки о статусе экспортера можно будет говорить в будущем. Ну и возвращаясь, вот как вы говорите, к абитентам. То есть, Новотек, вот если в стратегическом разрезе смотреть, компания ультрапривлекательная должна быть для инвесторов. Вопрос в том, что перекуплен ли он сейчас, то есть, какова его нынешняя стоимость. Адекватно или неадекватно, вот в чем дело. Ну и, если мы смотрим, опять же, на Роснефть и сравним ее с ExxonMobil. По запасам, при прочих равных условиях, у ExxonMobil запасы кратно ниже, чем у Роснефть. А стоимость кратно выше, да? Ну, сопоставимы, запасы сопоставимы, но стоимость ExxonMobil, капитализация его в 4-5 раз превышает Роснефтьевскую. И получается, да, Катерина правильно сказала, Роснефть очень серьезно недооценена. Очень серьезно недооценена. И руководство Роснефть, Игорь Иванович Сечина, неоднократно заявляло, что в ближайшее время будет кратный рост дивидендов. И это стимулирует и рост капитализации компании, ее гармоничное развитие. Особенно вот эти арктические проекты в Карском море, они могут на самом деле дать заложить какой-то импульс. Ну, и вот не знаю, как это повлияет, вопрос приватизации, понимаете? То есть, если приватизировать, опять же, если это в угоду каких-то политических кланов, то тут, может быть, цена и не должна быть высокой. А с другой точки зрения, с позиции государства, цена, наоборот, должна быть высокой, чтобы выручить как можно большие деньги. То есть, здесь куча противоречий. Я прошу прощения, будем потихоньку заканчивать, время уже, время подходит к финалу. Соответственно, буквально, да, две фразы по поводу того, что в краткосрочной перспективе ожидает наш нефтегазовый сектор. Ну, и цены на сырье, как мы об этом говорили. Кать. Ну, что касается цен на сырье, если мы откинем ожидания 10 центробанков, вот, и, соответственно, если там спекулятивная, геополитическая премия потихонечку сойдет на нет, то в районе 100 долларов за баррель бренд должен быть. Все-таки две выведешь, да? Все, спасибо огромное, дорогие друзья, не успеваю попрощаться, успехов на рынке, увидимся.